ДИКАЯ ОХОТА ДОПОЛНЕНИЕ КРОВЬ И ВИНО Тут происходит всякая хрень, но мы, наверное, не будем сражаться. Зачем? Зачем? Гвардейцы справятся сами. Мы наблюдаем за пылающим тусентом. Это очень и очень не очень. Воу! Давай поможем. Девочка! Рукса. Не очень, да, как-то? Иди ко мне. В кружочек. Встаньте в бруксы, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Потанцуем. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит кровь мою пить! Зараза такая. Ой, она берсерка включила что-то. Но как-то не удалось. Так, давай-ка. Что происходит? Нам нужно отыскать Дамьена. Воу, воу, воу. Не успел спрыгнуть. Иди ко мне, вампир. Не трогай платво. Давай. Концемир. Ну, подойди ты в круг, ну. Прям стесняется, смотри. Ну, попробуем. Ошеломление. What the fuck? Пора осмотреться. Так, Дамьен. Рано было не смертельное, но он истеркнул. Ни кто ему не помог, понятно. Вот еще следы. Они не удержали струй. Ячебница, Микелед, Артеса, Дартс. Окей. Ладно, я пешком побегу. Да все, 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 я понял. Не смотри. Что тут, Вадима, что происходит? Уличные баррикады. Так, ну там толпа крови такая. Воу. Это что, в смысле, нам не сюда, типа, или что? Интересно. Ууу, его сюда затащили и просто растерзали. Смотри, сколько там монстров. Офигеть. Они между собой еще, что ли, дерутся? Странно как-то. Окей, ладно. У китайских фонариков. У китайских фонариков. Он упал на живот. Убегал. Убегал. Да е-мое, ну. Иди ко мне. Ну куда ты, ну? Воу, еще одна. Альпа. Воу. Что, и альпы? У меня, конечно, это весело. Так, так, сейчас, сейчас ждем Ирдена. Еще откинула, зараза. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Сараза-таки, ну. Две женщины, это как-то я не потяну. Ну как так-то? Я хрен знает где был, ну. так одна готова это тихо 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 брукс . давай добивай уже ну а ты смотри ну какая брукс и сложная 47 раза уровень это не оправдание есть капец еще больше нету а как мне тебе помочь вау вот the fuck это было это было лё учетом так я спас кого-то не все стражник успокойся никого нету пьет слушай прикольно я не хочу идти прямо туда куда мне сейчас показывает идти я хочу посмотреть и может еще сделаю так с этой стороны город открытый это конечно послабее оказался альп так держит смотри не знаю резня отряд климента разбит косма погиб понятно в банке что а это это побочный квест да да это побочный квест сюда если не пойдем вау и не ожидал стоп пацанчика лен больше ничего нету ой там что-то происходит капец везде что-то происходит мне даже идти по сквесту не особо хочется а чё эти стоят тут я чё не стоят так восстанавливаем они наверно уже мертвы только хрен знает почему они так стоят бак какой-то игры походу готова умирай чё вы стоите спасибо вы смотрели смотрели как я думал вы мертвы где-то просто бага вы просто стояли смотрели да меня убивают я могу отсюда выйти чуть не мог пройти никак какая-то так это все да больше тут смотреть не на что как сохранится я могу поспать я не могу поспать восстановиться килки ну приходится еду жрать я тоже неплохо конечно дочу альпа мне бы хорошо все таки но мне наверное нету да кровь ладно против призраков и консектоидов зверей вампиров шо 1 это женщина ты смотри какая дерзкая так то миш скоро поломается капец одни драки и драки дичнилки стопе ты куда пошла лё хорош бегать уже заколебала серьезно капец не успел ударить давай выходи давай выходи да ударь ты ее ну да капец последний раз били наконец-то жесть мощные твари у меня так-то еда закончилась опять давай чуть поедим мясу мне больше особо там не был огурцы будем топтать до какие-то оливки забаррикаде поможем значится ты убил его в одиночку этот ублюдок перебил половину и это такой вижу он и до тебя едва не добрался и это не выше вампир так то вам надо отступать быстро у меня долг передать ее хорошо так про комсом ты не поможешь ему если поведешь солдат на убой да мне помнишь наш разговор в дворце повторяю у вас нет никаких шансов ну подумай логично зачем насмерть идти и отряд раненых перевязать готовиться к выступлению очень хорошо мудрое решение и вот еще что против вампиров используйте исключительно серебро прикажу алхимикам приготовить как можно больше масла от вампиров наносите его на мечи особенно осторожно с альпами и бруксами это те что в облике женщин они умеют исчезать против них помогают бомбы с серебряными опилками спасибо ведьмак надеюсь ты стоишь тех денег которые тебе обещала княгиня и принесешь башку сволочи которые все это уста смотрим ну мы его обманем ну пойдет быстро княгини все говорят ну давай вот это попробуем у меня другой план это какой же пока скажу только что мне нужна сиана ты знаешь вердикт княгини сиана ожидает суда в заточении вердикт я знаю но я с ним не согласен я не могу себе позволить такую роскошь я присягал княгини на верность но люди гибнут из-за одного человека если княгиня узнает что я тебе помог я пойду на гильотину а я следом за тобой и все таки я хочу рискнуть вижу я зря теряю время подожди когда когда я в последний раз видел сианну ее милость сопровождала ее в детскую комнату во дворце да что ты в детскую комнату ты уверен я служу при дворе много лет знаю там каждый угол конечно холера я уверен так что княгиня заточила ее в кукольном домике честно понятия не имею я говорю только то что видел а дальше это уже не мое дело понимаю я все проверю а ты возвращайся в гарнизон лучше по моим следам там пока спокойно воронка пусть тридис встретиться со мной во дворце нам надо пробраться в детскую комнату теперь я могу поспать да вы издеваетесь а сейчас ой реально первую часть напоминает когда по визиме бегали так давай и мы проскачем не будем драться потому что это все долго будет очень пошла и она надеялся да так у меня закончилось статье масло и я вообще-то в рюкзачок хочу зайти а ты мне не позволяешь зачем-то не делай так так отвар не отвар не отвар у нас там была какая-то кровь кажется зелья петри нет там против вампиров как раз таки черная кровь вампиры да вот вот эта штука давай вместо да так-то намного круче не пойдем пошли 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 я не знаю надеюсь что это никак не влияет что я некоторых там не убиваю хотя вроде как исследовал убивал многих блин ну реально интересно что он там делает ну опец я думал мы освободим кого не тут дверь какая то закрытая что ты тут делал блин ну он кого-то съел понятно а не просто я понял не по сюжету просто в надежде того что знаешь я спасу кого-нибудь а он мне там что-нибудь потом даст за это или вообще просто поблагодарит тоже было бы неплохо но но видать не суждено благодарю что призвал детская комната за это как видишь здесь отирался один из моих братьев я позаботился чтобы он нам да 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 я знаю релиз я ценю это безусловно могу ли я часик поспать ну ладно убедим я так устал я не хочу спать должна быть он охранял детскую комнату что нету ничего нет вроде ладно пошли закрыто разумеется Регис мне не хотелось возиться с дверьми ты не будешь так любезен взломщик блин благодарочка спасибо вот Регис тишина никого тут нет в таком случае хотя бы оглядимся может что то есть внутри жаль жаль не показывают глобус да карту мира очень жаль потому что нам известно только вот часть материка по сути неизвестно что там за морем много чего не известно шкатулка играет шкатулка играет а ключик спрятал за рамой деревянная уточка кто-то ей оторвал крылья много у дэтлафа много у дэтлафа было в его загашники этих игрушек помните он там чинил их все время очень много игрушек шкатулка понятно это что то такое и и и и и а и и и и и и и и если только не спит в одной постели самаре это кажется девочкам над которыми висела проклятие черного солнца снились кошмарные сны некоторые сходили от них с ума да сегодня девочки поссорились должна отметить что вели они себя не как пристала дамам дошло до рукоприкладства 1 ударила сестру анна генриетта сиана не осталось в долгу прежде чем я их разняла на риэта потеряла два молочных зуба она сейчас же побежала жаловаться родителям его княжеская милость не принял на веру моих показаний всю вину возложили на сиану девочка была серьезно наказана она риэта пыталась потом смягчить ситуацию на князь и княгине были непреклонны ну да если уж заслужил репутацию паршивой овцы тяжко от нее потом избавиться сегодня я первый раз сопровождала девочек в стране тысячи сказок мы провели там полдня сперва мы играли с дюймовочкой а потом с румцайсом он необычайно галантин для разбойника начинаю подозревать что изабелла даракфор писала дневник под влиянием каких-то цена генов канабиса не перебивай склоняю голову перед достижениями мастера артуриуса века он доказал что в магических арканах ему нет равных погоди погоди артуриус был придворным чародеем мастером иллюзий это означает рэгис последний раз не перебивай девочки сказали что если я захочу выбраться туда одна достаточно открыть книжку страна тысячи сказок и повторить вслух заклинания экспекта лудум книжка как ключ к иллюзия ничего себе это уже интересно так неужели мы пойдем туда куда я думаю на скриншотах мы видели сегодня сиану осматривали чародеи присланные капитулы не знаю каким выводом они пришли на его княжеская милость явно обеспокоен видимо именно тогда у нее диагностировали синдром черного солнца или навесили ей такой ярлык и вот дальше я спросила князя что ждет княжну он не ответил сегодня занималась девочками нельгардским все она очень старалась хотя она с трудом запоминает новые слова княжна она риэта демонстрирует большие способности но более склонна к проказу когда она думала что я не слышу то сказала в мой адрес блюдо хуэль они сианой смеялись во весь голос блюдо это ёбаный или ёбаная ахуэль в звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слово это означает место которым спина утрачивает свое благородное название восхитительно знаю это звучит неправдоподобно но может она генриета заточилась и она в этой иллюзии может там она была бы в безопасности и в заперти давай проверить где там эта книга прежде чем мы продолжим хотел вам рассказать немножко про черное проклятие черного солнца я его как бы не хотел перебивать геральта когда он рассказывал сейчас расскажу это займет какое-то время потому ребят болтовня будет сейчас не сильно это расстраивайтесь в общем проклятие черного солнца когда-то давным-давно один чародей кажется то ли прочел где-то о пророчестве то ли я не знаю вообще откуда он его взял не помню в общем он пришел вроде как капитулу блин я уже многих подробностей не помню в общих чертах вам историю расскажу он пришел к чародеем к другим говорит вот такое есть проклятие пророчество что понадобится кажется 13 девушек 16 13 вроде девушек рожденных в полнолуние которые конь здесь где-то 13 девушек рожденных в полнолуние чтобы пробудить древнюю богиню лилит кажется повелительница вампировка или что-то в этом роде господи там плату что-то с ней делают он доказал доказал это капиту лучем сказал что у этих девушек именно так сказать проклятых черным солнцем а будут во первых что-то в мозгу там типа губки вроде что такое было и неправильно стоять органы внутри тела причем некоторые даже могут отсутствовать а некоторые прибавлю прибавится которых вообще непонятно зачем они нужны и какое-то время эти чародеи сделали облаву на девушек рожденных после во время полнолуния но потом это быстро прекратили потому что и в царской семье были некоторые рожденные в полнолуние и вообще-то было как предлог чтобы убить до чтобы безнаказанно убить ну собственно говоря как и во времена ссср ссылкой сидела указал тыкнул пальцем что твой сосед плохой и вот быстро увезли лобзиком дрова пилять но в общем быстро это прекратили те чародеи но но была одна девушка она была при дворе у нее была огромная там длинная коса вроде что такое у нее отец правил я не помню князь он был то ли полукороль то ли что-то в этом роде но у нее не было матери у нее было мачеха мачехе естественно не было выгодно чтобы дочка не ее родная была при дворе что же она она вспомнила что та была рождена незадолго после полнолуния обвинила ее в том что то с черным проклятием а еще проклятием черного солнца еще эти девушки с проклятием черного солнца выделялись тем что были с очень сложным характером такие знаешь буйные совершали странные вещи там допустим что-нибудь там обезглавливали там мелких животных или еще что-то им снилось такое не очень вот что она сделала она наняла мужика и сказал чтоб тот вышел в лес и убил ее ну наемный убийца чтобы он убил эту будущую якобы королеву он ее вывез в лес но он ее не убил эту молодую девчонку он ее как бы не звучало милостиво изнасиловал что-то в этом роде и типа вали отсюда со временем естественно она там стала бомжичкой грубо говоря да вообще без денег без гроша она вроде как научилась драться вроде как даже основала свою мини-банду ее звали сорока ножка нет сорокопутка вот сорокопутка ее звали точно а сейчас многие сейчас вспомнят ее если кто читал книги сорокопутка у нее была своя банда но до того вплоть момента как она там вырезала очень многих тех кто ее скажем так и репрессировал из княжества да но тот кто ее так сказать предал ну не то есть не точнее не предал об обрек на это существование это был один чародей один чародей стара не помню имя вот не помню стара не стара не помню вроде как его звали в общем тут ее так сказать история пересекается с геральтом как геральт получил звание мясник из блэвикена он защищал одного чародея помните так вот это и есть тот самый чародей за которым пришла сорокопутка у нее еще имя рефри ренфри ренфри у нее имя было вот ее настоящее имя было ренфри вот девушки и тогда она встретилась вот с геральтом где он ей предложил мирная выход выйти из этой ситуации но она не согласилась и он ее естественно убил так вот ее обвиняли как раз таки в проклятии черного солнца возможно такое долгое ненудное непонятное отступление но я думаю надеюсь вам хоть было немножко интересно для тех кто читал книгу вот что что есть черная проклять и собственно вот эту сестру книги не обвиняли собственно говоря том же да чем мы тут еще не осмотрели а вот не 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 уточку вот это кстати жалко механизм поврежден геральт вообще-то говорит ты при часто по городу бегаешь он говорит красивая мелодия красивая мелодия ничего а что там должно быть кроме пыли которую туда замела ленивая горточка ой мы в зеркале не отмечаемся чё за фигня регис я тоже вампир смотри замок открыт кукла чё там а там собственно говоря эта книга ну ребят ладно ладно я открывать книгу сейчас не буду я вас замучил этими разговорами рассказами но я думаю вам многим интересно было тем кто просто читал книгу так сказать сравнить ее с игрой в общем говоря мы на этом сегодня ребят закончим надеюсь вам понравилось в следующей серии я так понимаю мы пойдем в книгу в сказочный мир или что-то в этом роде в мир тысячи сказок вроде как-то так геральт об этом сказал приятно вам всем до было надеюсь смотреть это все надеюсь вы поставили лайк я на это очень сильно надеюсь пишите комментарии к что вы ожидаете там видите естественно тех кто еще не проходил и напишите в комментариях а вспомнили ли вы о ком идет речь про кого я говорил если вы конечно же читали книги надеюсь вам понравилось не забывайте подписываться на канал группу вконтакте и на второй тоже канал там тоже есть интересные щечки всем спасибо за просмотр всем удачи до скорого пока удачи